Всем привет, друзья! Сегодня, сидя перед окном и смотря на проливную дождь, я вспомнил про такой замечательный продукт, как Ирлихт. И родилась в моей голове идея рассказать вам о том, собственно, как же развивался этот движок, потому что я более чем уверен, что многие о нем слышали. И есть наверняка такие, которые даже с ним работали, ну или хотя бы пробовали. Ирлихт. В этом названии таится очень много событий, потому что очень долгий путь пришлось преодолеть разработчикам, начиная с 22 сентября 2002 года по 10 апреля 2017, потому что именно этой датой датирована последняя новость на их портале. На данный момент, это 2002 год, это уже очень-очень давно, в столице Австрии человек по имени Николас решил, что пришла пора упростить жизнь разработчикам игр, пишущих проекты на C++. И начал разрабатывать никому на тот момент неизвестный игровой движок, который получил название Ирлихт Энжин. С того самого момента движок начал пополняться новыми возможностями, постепенно двигаясь по своей ветке развития. В течение первого года развития движка в сеть публиковались только скриншоты и какое-никакое описание возможностей. Однако первая версия движка, доступная уже для использования, появилась на свет 19 февраля 2003 года и была публикована на портале SourceForge. За несколько дней, переполненный энтузиазмом, ну я так думаю, разработчик сверстал страничку с документацией и выложил ее буквально там, ну в течение 10 дней после релиза. Однако, собственно, это никакой популярности движку так и не приносило, его все равно никто не скачивал. И во всяком случае, вот как бы события не складывались, это никак не останавливало Николса и он вошел в ту фазу, которая наступает, наверное, у любого продукта. Это череда публикаций и релизов, новых сборок, обновлений, версий. Все это по нескольку раз в месяц. При этом стоит отметить, что работа проводилась колоссальная и за короткие промежутки времени движок успевал набирать очень много новых возможностей. Появилась поддержка некоторых популярных IDE, таких как Visual Studio и DevC++. Движку это, конечно, шло на пользу, однако пыл разработчика медленно, но тем не менее угасал из-за отсутствия какого-то отвлека от потенциальной аудитории. Первые версии движка работали с рендером DirectX восьмой версии, однако уже в скором времени появилась поддержка и также OpenGL. Ну и, соответственно, все это параллелилось с программным рендерингом, который, правда, был очень и очень убогим. Так как движок был ориентирован на 3D, то поддержка внешних форматов 3D-моделей также не заставила себя долго ждать. И очень скоро появилась поддержка самых популярных форматов на тот момент – это 3DS и X. Один из них 3DS – это формат 3D Studio Max, второй же формат X – это формат от компании Microsoft, и в эти оба формата умел уже на то время экспортировать свои проекты Blender 3D. Буквально спустя пару лет непрерывной разработки труды Николаса были замечены широкой публикой. Во многом благодаря тому, что о движке оставляли хорошие отзывы на различных форумах, его пробовали, и он обладал простой и понятной архитектурой. Также вмещал в себя при маленьком на тот момент размере достаточно большой набор возможностей. Сам же движок был разбит на группы инструментов – это Core, который представлял из себя классы общего назначения, такие как векторы, поверхности, массивы, всевозможные списки для работы с объектами. Потом это был модуль для управления графическим интерфейсом. Он содержал в себе классы для просто упрощенного создания объектов управления интерфейсом. Дальше был модуль, который содержал интерфейсы для ввода-вывода и также позволял выполнять команды чтения, записи файлов, доступа к архивам как каталогам, парсингам XML и так далее. Туда же входил в этот же список и, соответственно, модуль сцены, который вмещал в себя большую часть функционала. И в нем сосредотачивалось управление сцены. Это загрузка моделей, загрузка и обработка узлов и, собственно, манипулирование всеми объектами и сценами в целом. Также был еще дополнительный модуль видео, в котором содержались классы для доступа к видеодрайверу. Там же содержался 2D и 3D рендеринг. То есть все это дело было, ну, разгруппировано и имело понятный интерфейс для использования. В 2004 году движок обзавелся поддержкой Xbox. У него появилась работа с частицами, примитивная физика, ну, как физика, появилась обработка столкновений, пересечений и какая-никакая математика. Появилась обработка сложных поверхностей и всякие полезные мелочи, делающие разработку на нем очень простым и в то же время затягивающим делом. Плюс не могла не радовать поддержка новейших на тот момент драйверов и красивый, приятный глазу рендер. К концу 2004 года у движка было большое сообщество игроделов, которые совместными усилиями помогали команде разработчиков отлавливать баги и помогали придумывать алгоритмы для тех или иных функций. Собственно, за счет этого движок обрастал функционалом очень быстро. И в 2005 году проект обзавелся своей собственной вики-страничкой, найти которую, кстати, можно даже сегодня. В том же году появились первые видеопрезентации проекта AirLift. Это уже были полноценные именно презентации от самих разработчиков. Они демонстрировали возможности движка без необходимости скачивать его, запускать демки, что-то там устанавливать, настраивать. И в этом же 2005 году движок обзавелся возможностью подключать к себе модули. Первым из которых стал IR-XML, облегчающий работу с XML-данными. И я думаю, многие знают, что в этом формате очень удобно хранить настройки или какие-нибудь промежуточные данные. То есть это обычные текстовые файлы, но с определенного вида разметкой. Как говорили в одном кино, с большой силой приходит большая ответственность. Так же и стало с движком. Он стал популярным в определенных кругах игроделов, и люди начали требовать функционала для своих проектов. Поддавшись успеху, вероятнее всего разработчики, которых стало уже достаточное количество, начали выпускать обновления и релизы чуть ли не каждую неделю, внося изменения целыми пачками. Однако раньше к разработке подходили с тщательностью и скрупулезностью. В то время как теперь нововведения вносились с такой скоростью, что едва успевали описывать их в документации. Это было, наверное, первой ошибкой команды, трудившейся над движком. Скорее всего, они пытались уместить в него сразу всё. Так даже успел выйти официальный порт под Mac. Правда, о качестве его стоит скорее промолчать, как и о скорости работы. Появилась поддержка гремевшей тогда во все стороны физической библиотеки FISX от Nvidia. Вот только ходу ей особо-то и не дали, и поддержка её так и осталась, видимо, галочкой в списке достоинств движка. Периодически выходили, в кавычках, большие проекты на AirLift, такие как Valsplugs и Slums Access. Тогда же параллельно шла разработка и Reddit, это редактор для AirLift. Редактор подразумевал визуализацию процесса расстановки объектов, подобно тому, как это происходит в обычных 3D-редакторах, таких как, например, Blender или 3D Max. Развитие же сообщества привело к тому, что появилось много обучающих материалов, уроки, примеры, обучающие видео. Некоторые из них и сейчас, кстати, можно найти в интернете, либо на ютубе. С распространением информации о движке начали подтягиваться игроделы из других стран. Так, в 2006 году была основана страничка на портале GameDev.ru, о котором, я думаю, многие из вас наслышаны. К 2007 году стала активно форситься звуковая библиотека EarClank, которая позволяла работать со звуками, музыкой и в привычном формате AirLift. Однако, развитие движка все-таки замедлялось, из-за большого объема функций движок стало сложнее оптимизировать. Разрабатывать большие масштабные проекты стало затеей лишь тех, кто хорошо знаком с архитектурой самого движка. Между тем, версии для Mac продолжали выходить, и вот, кстати сказать, в 2008 году они были очень даже годными. Появилась поддержка эффектов постобработки, при этом сами релизы и обновления движка выходили все реже и реже. И разработка замедлилась настолько, что за 2009 год вышло всего два релиза, один из которых был просто фиксом найденных багов. Следующее значимое событие в истории развития движка было в 2012 году, когда вышла версия 1.8. В этой версии появилась поддержка большинства современных IDE и SDK. Затем, в течение 2013 года выходили лишь исправления багов. Был проведен какой-то конкурс, в котором приняло участие, как я понимаю, по заявкам много людей. Однако о его результатах я ничего найти не смог. Возможно, они были где-то опубликованы на форуме, либо же где-то в другом месте. Если кто-то знает информацию об этом, то пишите в комментарии, будет интересно узнать. Мне особенно. И снова затишье вплоть до 2015 года, пока в свет мне вышел редактор под названием IR RPG Builder. Короче, вот вам название. Я думаю, из этого названия, собственно, понятно, для чего сей инструмент предназначается. Функционально эта штука была оснащена такими же возможностями, что и сам Ирлифт, так как последний лежал в его основе. Но было несколько интересных возможностей, например, встроенная система управления уровнями, менеджер катсцен, но и не без минусов, потому что заточено все это дело было исключительно под Windows. Что меня, например, как заядлого пользователя Linux, конечно же, не радует. В 2016 году была выпущена в свет игра... Никтор Кадвенчис, Бионд Зэ Мунсов Шадали. Однако популярности среди игроков она не сыскала. И в том же 2016 году вышла еще одна игра, Walls, которую вы видите сейчас на экране. Однако сам движок особо-то и не развивался, лишь в конце года он отметился новым релизом, в котором были обновлены технологии рендера. И также появилась поддержка самых актуальных драйверов. Ну а спустя 9 месяцев после релиза в свет вышел файтинг Шварзерблиц. А следом за ним и Стант Морбл Рейсес 2. К текущему же году движок вроде как поддерживается, однако ничего существенно нового команда разработчиков в него так и не вносит. У меня же на них закралась какая-то внутренняя обида, наверное, так как в свое время я возлагал на него большие надежды, когда погружался в его изучение. Тогда же на канале выходила целая серия уроков по данному творению, о чем я ни капли, конечно же, не сожалею и даже верю, что для каких-то проектов релиз подходит идеально. Даже сейчас, несмотря на все его недостатки, связанные с оптимизацией, с его монструозностью, потому что он огромный, стал уже и, собственно, использовать его для больших проектов, чревато тем, что у вас просто в какой-то момент упадет производительность до нуля. На этом же я, наверное, буду заканчивать свой рассказ, уходя под титры в смиренном молчании благодаря команду разработчиков за подаривший когда-то надежду многим игроделам движок Ирлифт.